Библиотека имени Николая Кузьмича Жернакова представляет видеопрезентацию, посвященную 205-летию со дня рождения русского писателя, поэта и драматурга Алексея Константиновича Толстого под названием «Алексей Толстой. Любимый племянник Антония Богорельского». Алексей Константинович Толстой появился на свет 5 сентября 1817 года в городе Санкт-Петербург. Его отцом был граф Константин Петрович Толстой, а мать Анна Алексеевна Перовская. По неизвестной причине сразу после рождения сына Анна Алексеевна ушла от мужа и переехала к брату в его имение в Чернеговской губернии. Отца маленькому Алёше заменил его дядя, известный литератор Алексей Алексеевич Перовский, писавший под псевдонимом Антония Погорельского. Для любимого племянника он написал замечательную книгу «Чёрная курица или подземные жители», вошедшую в Золотой фонд детской литературы. Алексей Алексеевич Перовский много времени уделял воспитанию Алёше, прививая ему самые важные качества благородного человека. Когда Алёша повзрослел, Перовский перевёз сестру и племянника обратно в Петербург. И в столице он познакомил мальчика с Пушкиным, Жуковским и Рылеевым, с которыми был хорошо знаком. В биографии Алексея Константиновича Толстого имела место дружба с будущим российским императором Александром II. Мальчики были товарищами по играм. Они быстро нашли общий язык и на всю жизнь сохранили тёплые отношения. Но как же получилось так, что обычный мальчишка был знаком с цесаревичем? Дело в том, что семья Перовских была необычная семья. Антоний Погорейский и мама Алексея Толстого, Анна, были незаконно рождёнными детьми графа Алексея Разумовского. А он унаследовал огромное состояние от своего родного брата, который был фаворитом императрицы Елизаветы Петровны. Они были очень обеспеченными людьми. Из-за такой привилегии Алексей Толстой мальчиком был вхож в детский круг наследника престола. Всего таких детей, которые могли воспитываться и находиться вместе с Александром II, будущим императором, было 19 человек. 9 мальчиков и 10 девочек. Они были отобраны из лучших семей империи для товарищей царевича. Они играли в оловянных солдатиков, в жемурки, в горелки. Иногда даже мерялись силой. К признанию Алексея Константиновича Толстого, он с самого раннего детства чувствовал увлечение к искусству, к музыке, живописи, поэзии. Но его родные прочли ему блестящую карьеру при императоре. По их настоянию, молодой Толстой поступил на службу в Московский архив Министерства странных дел. Затем служил при русском посольстве в немецком городе Франк-Ульдинамайне. Он участвовал в Крымской войне. Хоть светская жизнь нравилась Толстому, служба при царском дворе мешала ему почувствовать себя вполне художником. В начале 50-х годов XIX века Толстой сетовал. Я родился художником, но все обстоятельства и вся моя жизнь до сих пор противились тому, чтобы я сделался вполне художником. Он хотел всецело отдаться творчеству, но не мог. Как работа для искусства, когда слышишь со всех сторон слова? Служба чин, вице-мундир, начальство и тому подобное. Несколько раз Толстой пытался получить отставку, но безрезультатно. В возрасте 17 лет Алексей Константинович Толстой остался без своего любимого дяди. Умер Антоний Погореевский. Но он завещал все свое состояние своему любимому племяннику, как он говорил об Алексее. Алексей Перовский был очень заботлив и умело руководил воспитанием своего племянника. У него не было собственных детей, и своего Алешу он считал своим сыном. Вместе с Перовским Толстой путешествовал по Германии и Италии. Посетил летом 1827 года знаменитого немецкого поэта Иоганна Вольфгольта Гёте, подарившему мальчику кусок бивня мамонта, собседноручно сделанного на нем рисунком. Благодаря Перовскому первые стихотворные опыты Алексея Толстого были переданы на суд Василию Жуковскому. У Перовского в Петербурге видел Толстой и Пушкина, запомнив на всю жизнь его удивительный смех. Я, как художественную слову, к литературе не давала покоя Алексею Константиновичу. С шестилетнего возраста начал я марать бумагу и писать стихи. Настолько поразило мое воображение некоторые произведения наших лучших поэтов. Я упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику. Алексей Алексеевич Перовский, он же Антоний Погорельский, приветствовал эти старания племянника и всячески культивировал в нем любовь к искусству. Однако для этого требовалось соответствующее общество и знакомство, чего в деревне, где они тогда жили, не было. И поэтому они уехали обратно в Санкт-Петербург, потому что там больше возможностей. В 1831 году Алексей Толстой вместе со своим дядей путешествовал по Италии. И они зашли в гости к знаменитому русскому художнику, который жил в Италии. Это был Карл Брюлов. Который через 5 лет, в 1936 году, незадолго до смерти Антония Погорельского, напишет его портрет. Портрет графа Алексея Константиновича Толстого в юности. Сейчас вы на слайде видите эту работу художника. На момент написания картины Алексею было 19 лет. Брюлов знал, что охота – любимое хобби юного графа. И поэтому он изобразил 19-летнего Толстого в охотничьем камзоле, в руках ружье, за плечом баул для трофеев. А он – любимый пес, который преданно заглядывает в глаза хозяину в ожидании команды. Алексей Толстой получил прекрасное домашнее образование. И он в совершенстве знал французский, немецкий, итальянский, английский, украинский, польский языки. А также владел латынью. Это позволило ему с легкостью не только читать на всех этих языках, но и переводить на русский шедевры зарубежной классики – Гёты, Гейны, Шинье, Байрона, Горвега, некоторые шотландские баллады. Для перевода Толстой выбирал, исходя из ценности оригинала и его близости к своей творческой индивидуальности. Но переводами Алексей Константинович занялся уже в зрелом возрасте, когда у него была уже своя семья, была жена Софья. Своей жене он говорил так. «Я думаю, что не следует переводить слова и даже иногда мысли автора. Главное, надо передать впечатление оригинала». И все переводы Алексея Константиновича Толстого являются, по оценке профессионалов, образцами переводческого мастерства. В день коронации Александра II граф Толстой был произведен в полковнике и назначен флигий-адъютантом. А осенью того же года получил должность велопроизводителя секретного отдела о раскольниках. Графское происхождение давало право пойти по дипломатической стезе, однако литература забрала Толстого полностью. Само по себе это занятие в те времена было модным, но поменять службу на литературу среди знати считалось дурным тоном. Однако дарованная служба была ему, как он сам говорил, глубоко противна, в чём Алексей Константинович и признался государю, потому что они с детства были близки и общались друг с другом на равных, считая себя друзьями. Он сказал ему так. «Есть разные способы приносить пользу Отечеству. Из меня всегда будет плохой военный и плохой чиновник, но, как мне кажется, я, не впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший писатель». К чести императора Александра II, он понял и простил давнего друга и не препятствовал воле и намерениям его в планах. И в 1861 году действительный статский советник граф Толстой подал в отставку и удалился в усадьбу Пустынька, которая находилась на берегу реки Тесны под Санкт-Петербургом, чтобы всерьез заняться любимым делом – писательством. Иногда он уезжал в родовое имение «Красный рог», который находился в Черниговской губернии на Украине. Алексей Розумовский оставил после себя очень много детей. И все они были между собой очень дружны. Например, я напомню вам, что Анна Перовская является мамой Алексея Толстого. Алексей Перовский – это писатель Антоний Погорельский. Еще была сестра Ольга Перовская. Вот Ольга Перовская, она является мамой для знаменитых братьев Жемчужниковых, в соавтрасте с которым был создан литературный персонаж Казима Прутков. Братьев звали Алексей, Александр и Владимир. Очень долгое время считалось, что Казима Прутков – это действительно настоящий человек, настоящий писатель. Но потом маска открылась, и все узнали, кто такой Казима Прутков. В наше время цитаты из речения Казимы Пруткова весьма ценны, и ими до сих пор люди руководствуются. В русской литературе есть три писателя по фамилии Толстой. Но кем же они друг другу приходятся? Давайте разбираться. Алексей Константинович и Лев Николаевич Толстые приходятся друг другу, треюродными братьями. А вот Алексей Николаевич Толстой, который родился уже в конце XIX века, приходятся им и Алексею Константиновичу, и Леву Николаевича, четвероюродным внучатым племянникам. В признакомстве с творчеством Алексея Константиновича Толстого непременно возникает вопрос. Таким же он был все-таки? Прозаик? Граматург? Переводчик? Или поэт? Каким даром наградила его природа? Что стало его судьбой? Думается нам, что самый яркий его дар поэтический. Стих Толстого отличается мажорным тоном, энергией чувств, пластичностью образного строя. Толстым восхищались такие поэты, как Блок и Брюсов, а Маяковский признавался, что знал стихи Алексея Толстого от доски до доски. На его стихи писали музыку Чайковский и Римский-Корсаков, Мусорский и Рахманинов. Алексеем Толстым написано очень много стихотворений, и более 70 из них превратились в наше время в романсы, песни и баллады. Алексей Константинович Толстой, который в молодости обладал воистину богатырской силой, в последние годы жизни страдал от астмы, грудной жабы и невралгии. Особенно его допекали головные боли, которые мешали ему заниматься любимым делом – писать. В качестве лекарства, чтобы притупить боль, модный петербургский лекарь прописал ему морфий. И с каждым разом Алексей Константинович увеличивал дозу, и во время очередного приступа ввел в себе слишком большую дозу. И не проснулся. За два года до кончины 13 декабря 1873 года Алексей Константинович был избран член-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук в один день со своим троюродным братом Львом Толстым. Ну, а именно Алексей Константинович был первым из рода Толстых, кто проставил славное имя литературным творчеством. Но, к сожалению, его не стало, когда ему всего лишь было 58 лет. Похоронен Алексей Константинович там, где пришло его детство, куда он приезжал взрослым, чтобы уединиться от светской суеты, подумать, осуществить задуманное. Конечно же, в Красном Роге. Сейчас там находится его дом-музей. Его жена Софья пережила своего супруга на 20 лет. После смерти мужа она руководила изданием его сочинений. Она открыла в Петербурге литературный салон. где собирался весь артистический цвет Петербурга. Ближе к концу жизни Софья познакомилась с Федором Достоевским, которому всячески поковительствовала. И он делился с ней своими замыслами, читал написанное. она его даже критиковала. И Достоевский с ней соглашался, выносил свои поправки. Он написал его в 1857 году. Стихотворение без названия. Господь, меня готовя к бою, любовь и гнев положил мне в грудь. И мне десницую святою он указал правдивый путь. Одушевил могучим словом, вдохнул мне в сердце много сил. Но непреклонным и суровым меня Господь не сотворил. И гнев я свой истратил даром, любовь не выдержал свою. Удар напрасно за ударом я отбивая устаю. Навстречу их враждебной вьюги я вышел в поле без кольчуги и гибну раненой в бою. Творчество Алексея Константиновича Толстого является очень ценным для русской литературы. Конечно, его знают и за пределами нашей Родины. Но именно для русского человека Алексея Константиновича Толстого является тем родником, тем чистым словом, который поможет преодолеть все-все невзгоды. Вспомните хотя бы того же Козьму Пруткова, ведь и в Козьме Пруткове есть Алексей Константинович Толстой. Толстого и zę